«Более пяти тысяч детей были убиты либо искалечены за почти три года военного конфликта в Йемене. Такие данные приводит детский фонд ООН ЮНИСЕФ. И это только подтверждённые случаи. Ещё тысячи умирают от голода и в результате нехватки медицинской помощи». «С начала эскалации конфликта в марте 2015 года в Йемене родилось три миллиона детей. Это около трёх тысяч новорождённых в день. Из них 1 миллион 900 тысяч родились без содействия медицинских специалистов с риском для жизни. К сожалению, 25 тысяч детей в год умирают при рождении или на первом месяце жизни». Повстанцы Хуситы противостоят коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Она вмешалась во внутренний конфликт, чтобы вернуть столицу Сану правительству президента Абдрабу Мансура Хади. Страну охватил наихудший в мире гуманитарный кризис. Более 8 миллионов человек полностью зависят от внешней продовольственной помощи. 400 тысяч детей страдают от тяжёлого недоедания. «Многие из них ложатся спать голодными. И полтора миллиона детей в этой стране продолжают недоедать». Под международным давлением арабская коалиция ослабила ноябрьскую трёхнедельную блокаду еменских портов и аэропортов, которую ввела ранее в ответ на то, что Хуситы запустили в сторону столицы Саудовской Аравии баллистическую ракету. При этом положение в стране остаётся тяжёлым. По данным ЮНИСЕФ, более 11 миллионов еменских детей, то есть почти все, нуждаются в медицинской помощи. «Таким образом, в 2018 году ЮНИСЕФ продолжает ту же работу, что и в прошлом, в таких сферах, как питание, здоровье, защита детей, водоснабжение и образование». За время войны в Йемене было убито более 10 тысяч человек. Экономика страны разрушена. Миллионы людей заболели холерой.